Всем привет! С вами Ирина. И сейчас я только что пришла домой после репетиции по голосу. Вот. Сейчас я нахожусь в Киеве до сих пор, как вы видите, наверное. А, сейчас я не на кухне, я сейчас на балконе нахожусь. Он очень солнечный. И очень много тут машин внизу, стоянка. Да. Короче, очень классно. Я только что приехала, я вам покажу сейчас свою машинку, если вы ее увидите. Вы ее не увидите. Жаль. Ну, я имею в виду, на которой я езжу тут, в Киеве. По дорогам города Киева. По украинским дорогам. Все покажу вам. Вы, конечно, должны увидеться. Ну, давайте хотя бы попробуем, как обычно. Вот она. Вон она стоит. Вон она моя машиночка. Ну, там, конечно, не видно. Subaru она. Марки Subaru. Большая, классная машинка. Вон она. Черный, зеленый. Такая прикольная. Прикольная машинка. Вот такой вид из окна. Вряд ли тут что-то понятно, конечно, да? Ну, я тоже так думаю, поэтому не будем тратить на это время. А продолжим общение. Извините. Продолжим. Вот. Сейчас я на секундочку отлучусь. Да, на секундочку вы подождите, ладно? Сейчас. Я быстро... Я теперь снова здесь, короче, рассказываю все по порядку. В комментариях к видео, значит, был комментарий, сейчас я не помню, у кого, но был такой комментарий. Рассказайте о своих... о своей школе, об одноклассниках, кто мне нравится, об отношениях вроде с друзьями. И начнем по порядку. А школа, значит, в Урьянске, моя школа называется Мариинская гимназия. Вот раньше она имела номер 3, то есть третья школа была, третья гимназия была. Но теперь ее переименовали в Мариинскую с 2011 года. Поэтому в тестате мне будет написано, что я закончила Мариинскую гимназию. Вот. Мариинская это связано с историей гимназии, поэтому я не буду сейчас рассказывать историю, зачем, да? Значит, отношения с одноклассниками. Второй пункт. Отношения с одноклассниками у меня вот такие вот, вот такие вот и вот такие вот. В общем, я со всеми общаюсь, мне все очень нравятся, хорошие друзья. Да, у меня много подруг и друзей тоже, конечно, из параллельных классов. А теперь что касается, так сказать, третьего пункта. Кто мне нравится? Вопрос трудный. Сейчас, честно скажу вам, мне никто не нравится. Вообще, как бы это немного личное, ну ладно, расскажу. С парнем я поссорилась, я думаю, даже рассталась. В общем, это мне важно. Значит, ну теперь расскажу об отношениях с одноклассниками, кто мне нравится в классе. В классе мне, в принципе, никто не нравится, нравится мне раньше один пацан, такой прикольный. Но он слишком много выпендривается, меня это бесит. Я вообще ненавижу, когда люди много выпендриваются и считают себя прям крутыми. Тем более он, как бы, иногда в отношениях с людьми, вообще не только со мной, вообще с людьми бывает очень груб. Мне это не нравится, и я в этих людях ценю как раз-таки понимание, доброту. Ну, и, наверное, вот, такое качество, я не знаю, какое название слово называется, скажу так. То есть, что люди остаются самим, самим собой, в общем, остаются. И не пытаются кому-то подражать, как вот делает этот парень. Меня это бесит, я избегаю даже, можно сказать, с ним от каких-либо разговоров, но не получается, знаете, потому что он постоянно лезет не в своё дело, в принципе. Короче, я даже не знаю, я раньше встречалась с моей подругой по совместительству, одноклассницей. Вот, и я очень это, даже, ревновала. Я стыдно, как я могла это делать вообще. Поэтому сейчас мне никто не нравится, я вообще, девушка свободна. Ладно, на самом деле, в общем, не туда заехали. Короче, сейчас в Киеве погодка солнечная. Наверное, 20 градусов, вообще жара такая. Я пока ехала в машине, я думала, у меня кондиционера не хватит вообще. Я на саму мощность его включила, и мне всё равно было жарко. Вообще ужас, потому что в Киеве тепло, конечно, отделать, не знаю, но не так жарко, честно было. Вот. Ещё я, конечно, соскучилась по дому. Хочу домой, к друзьям, к, ну, в общем, в город свой там. Ну, в принципе, в город, наверное, я не так хочу, как к друзьям и семье, пожалуй. Вот. Ну, по школе не очень скучаю, потому что там экзамены, билеты учить, там, знаю. Не хочу, короче, на счет убийстве, да. Ну, надо, надо. Я, кстати, за учёбу. Можете не думать, что я там, типа, не учусь, но на самом деле я нормально учусь. Вообще, я не страшно. Мне как-то это даётся, но сейчас я думаю, мне удается хорошо за эти экзамены. Всё-таки я поступлю в десятый класс, останусь в своей школе. Вот. Немного о планах в музыкальном направлении в будущем я говорить не буду, потому что я ещё не уверена в том, что я хочу сделать. Ну, как бы, просто это, я считаю, не пришло для этого время. Ещё. Нужно ещё кое-что сделать, чтобы потом в этой музыкальной лестнице, скажем, сделать ещё кое-что. Короче, я говорю загадками, вы не берите им в голову. Всё равно не скажу. А ещё мне сегодня, ну или вчера, я не знаю, когда, но сегодня я получила сообщение от Лены Ранетки. Она мне ответила, я рада, и теперь мне не только Женя ответила, но и Лена. Прикольно. Как всё так рады? Вот. Ну, я вроде ответила, да, на все вопросы, которые вы мне писали в комментариях. Это видео получилось вот таким вот, в принципе, коротким. Вот. Ну, а сейчас я, наверное, если у меня получится, я, может, стою. Хотя нет, не буду. Пока. Пишите на Ранетки Ленд в личку на mail. Да можно не только в личку, я везде отвечу. Нет, скучно. Пока.